Крым Не только из России, но и из Европы. Несмотря на противоречивую информацию, они приехали на полуостров, чтобы принять участие в международном пленэре «Крымские арт-сезоны». Я была в Японии через месяц после Фукусимы, потому что путешествие – моя страсть и любовь. И очень важно для меня быть здесь, в Крыму, на международном пленэре. Это уникальный опыт. Крым – поистине прекрасное место. Десять дней, плечом к плечу, художники творили в открытом море, на корабле и посещали знаменитые крымские достопримечательности. Вот так, например, выглядит скала Парус в исполнении итальянского мастера Андреа Верделагу. Ялта очень похожа на Италию и мой родной городок – Триест. Крым – фантастически красивое место. Здесь невероятные цвета, окрашенные мягкими лучами солнца. А в природе есть что-то каллиграфическое, очень интересной формы. Я влюбился в эту землю. А это работы уже нашего земляка Рената Рамазанова. Его картины были проданы на аукционе «Сотбис». Рассказывает, что быть открытым ко всему новому и не бояться экспериментов – одно из главных условий для развития художника. Есть плюс в международных пленэрах в том, что есть такой микс школ, некоторый, то есть, как бы, стечение, перелетение разных, как бы, школ, как культур. И получается нечто интересное, как итог. Подарил вдохновение, окрылил и заставил ностальгировать. Именно такое впечатление произвел Крым на московскую художницу Елизавету Нистратову. И в море волны – это тоже у меня ассоциируется с какими-то впечатлениями детства. И «Ласточкино гнездо», потому что мы тут рядом с «Ласточкиным гнездом» ходили туда на экскурсию. Я в Крым приезжаю с детства, и у меня он ассоциируется с радостью, вот с таким солнечным настроением, и хотелось передать. Крым на любом языке мира – это слово звучит по-особенному. Показать красоту полуострова и признаться ему в любви на холсте смогли художники из Италии, Греции и Словении. В силу разных причин в этом году на полуостров смогли попасть не все художники, зато те, кто приехал… Однозначно влюбились в Крым, пели хором Ялта и частично заговорили по-русски. В этом году мы сконцентрировались на действительно красоте Крыма. Нам важно было показать с лучшей стороны полуостров, и место прекрасное для пленера в этом году. И в этом году тема пленера – поэма «Море». То есть каждый по-своему ее воспринял, по-своему дал свою интерпретацию того, что он увидел. Международный пленер стал еще одним доказательством того, что искусство не имеет границ. Крымские пейзажи, люди и атмосфера будут притягивать ценителей прекрасного в любое время года и истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова